У меня в тиктоке больше одного миллиона подписчиков. Ну он просто самый медийный на этом рынке. Придем и докажем. О, блядь, заходил. Коля, приветствую вас. Считаю ли я себя медийным? Слушай, ему на вид 14 лет, а уже более медийный, чем все остальные команды. Единогласно. Красные огоньки дайте, пожалуйста. Пока вы защищаете статусы словами, мы уже делаем просмотры. Здравствуйте, вот наша дружная горстка самых медийных, самых профессиональных, самых обаятельных парней вселенной, представляющих команду Родина Медиа. Сегодня медийная футбольная лига устроила в некотором смысле показательный процесс по выявлению немедийного балласта в командах. Я абсолютно спокоен. Наши игроки пойдут отстаивать свое право считаться медийными. Руководство лиги хочет прекратить дискуссию на тему, кто имеет право быть медийной звездой, одновременно футбольной, путем собеседования со всеми людьми. Когда я пришел в Родину Медиа, Гасан первым в моих глазах предстал самым медийным игроком вообще во всей лиге. Мы еще не были знакомы. Но сначала слово профессиональному фрослому футболисту, а теперь медийному со-директору команды Родины Медиа, моему другу Лешу Гасимову. Вы все так же на канале Родины Медиа. И добавить, наверное, практически нечего. Хочу сказать одно, и это будет факт. Пока вы защищаете статусы словами, мы уже делаем просмотры. Поехали смотреть, что за кадром и как мы отстаиваем наших парней. Я не всех знаю и медийность, но тот, который сегодня будет за себя стоять горой, а я ему помогу, но он просто самый медийный на этом рынке. Кого еще нужно? Какие примеры вам еще нужно привести? Как ты думаешь, почему ты будешь отдуваться за медийную часть и в своем лице, и за всю камеру? Почему ты выбран? Нужно у лиги этот вопрос спрашивать, почему выбрали именно меня? Но если меня выбрали, то я готов прийти как бы и поставить за свой медийный статус. Поэтому мы придем и докажем то, что... Я считаю, что я медиа, и этот статус заслуживаю 100%. Да скажи... Забирайтесь там. Бля, в другие так зайдешь? Можно так зайти? А потом шутка, шутка, тормози, тормози. И вот так вот волыну покажи. Да мне нечего сказать. Идите вы на... Реально, вы не вжался перед нами. Вы кто, блядь? Вы кто, блядь? Реально. Выставки, не обрезай даже. В офисе родины медиа звучат слова. Иди на... Ой, пидара. Пфу, блядь. Заходят. Я говорю, Коля, приветствую вас. Очень рад. Скажи мне, ответь на мой подходящий вопрос, чтобы ты решил судьбу моих пацанов быстренько и мою пользу. Сигары ты... Ты балуешься сигарами? Грешно. С удовольствием грешу. Давай договоримся так. В начале сезона, еще до начала всех этих унизительных для меня пертурбаций, я везу тебе коробку. И ты записываешь априори. А Тарик в этом году, посмотрите, персона года. И мы решим все миролюбиво. Просто без вариантов. Давайте начнем с того, что сам первому аргументу, что когда я приходил в медиалигу, вообще изначально, у меня никогда не было профессионального контракта, я не был футболистом. Я приходил блогером. Ребят, ну я хочу напомнить, что спонсором нашей команды является Винлайн. Переходите по ссылке в описании, забирайте от них подарочки. Наслаждайтесь игрой, но остальное за Винлайн. Тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Гасан относится как к сдаче экзамен. Я передаю слово нашим игрокам. Они очень серьезно относятся к тому, защитить свой медийный статус. Потому что они только начинают свою жизнь. И они хотят быть яркими футболистами и не менее яркими медийными персонами. Будьте любезны. Да, всем привет. Давайте я начну. Меня зовут Гасан, кто не знает. Вот смотрите, давайте изначально начну с первого факта. Я когда изначально приходил в медиалигу, я уже был блогером. У меня в тиктоке больше 1 миллиона подписчиков. То есть я, начиная с 2018 года по 22, активно снимаю ролики. Ну, снимал ролики в тикток. У меня многие ролики набирали по 30-40 миллионов просмотров. Если говорить про мой телеграм-канал, то у меня тысяча подписчиков. Меня даже в команде, на самом деле, называют инсайдер. Потому что я очень много трансферов высвечиваю у себя на канале. И меня добавляют паблики такие, как Неклассика, Шугар, Влажный. Я вчера заходил или позавчера на каналы и просто бил свое имя. И если в целом посчитать все посты, то у меня примерно постов 30 про цитированность моего имени. То есть меня выкладывают паблики. Во-первых, хочу вам напомнить, ребята, что я блогер, который вот сейчас играл за сборную медиалиги в Дагестане. Не забывайте. Именно. Также, почему я пришел в папахи, я в целом хотел напомнить то, что я вот недавно в Дагестане играл за сборную медиалиги. И, ну, отстаивал честь медиалиги. У меня хотят забрать статус. Как бы чуть обидно. В целом, посмотрите, у нас ребята защищаются сами. То есть я так понимаю, что медийный человек должен защищать себя сам. Не как другие команды. Плюс я хочу добавить то, что пока все защищают словами, мы делаем контент. И подожди, подтверди то, что ты главный инсайдер. Иди к Лисеве, скажи кое-что. Sugar FIFA делал отдельный пост про меня. Он выходит за рамку своей команды. Потому что ты делаешь контент, и ты должен выходить за рамку. То есть это максимально простой контент, который можно делать. И мне вообще не важно, будут у меня инсайды или они будут у футболистов. Мне эти инсайды, ну, ничего. Но они нужны только для безопасности. Они не сказать, что мне дают какую-то аудиторию. Мне дают больше аудиторию, интервью. И поэтому, если бы все футболисты были бы настолько открыты и показывали жизнь клуба, как Гасан, мне кажется, было бы только круче для всех. Так как ты здесь внутри медиариги цитируем, и журналистами, и остальными, это для меня является аргументом. А все остальное, на самом деле, есть ощущение, что немножко там есть оправдание. Понимаешь, что ты не делаешь уже про себя, а тебе все равно на себя качать. То, что все равно там в одной сети, в другой сети ты появляешься, это я вижу на каналах. Короче, тоже, ты да или нет? Мы еще голосуем, или мы... Ну, уже, мне кажется, пора. Я за то, что поставлю. Так, так. Да! Квас! Да! Всем! Опа! Опа! У тебя есть! Я просто хочу только сказать про то, что активность сбавил. Я согласен, я себя сам ругаю за то, что вот на поле в целом то, что вот почему у меня там мало берут интервью, наверное, ты меня мало знаешь из-за этого. Потому что я мало поджигаю, мало вкидываю, но я у себя так же пост написал в телеграм-канале. В целом просто я так воспитан, и такой человек... Не-не-не, я даже не про это, а вот про породии реально были прикольные. Понятно, что эту историю завел Гудай, многие потом тоже начали делать. Ты сделал это талантливо, но давно их не было. Смотри, и поджигать не обязательно с матом. Вот у меня ютуб-канал про футбол. Всяга! Там нет ни одного мать иного слова. В этой истории. Но мне просто хочется, чтобы медиалига была более открытой. Потому что я вижу тренд на закрытость, на больший профессионализм, и мне это не нравится. И если это будет двигаться в эту сторону, это умрет очень быстро. И поэтому я прошу тебя продолжать это. Браво, у меня хронология, ебнешься. Какая? Ну давай. Хорошо, смотри. Давай. Хорошо, что мы волнуемся, но мне кажется, что все будет гораздо проще. Вышел раздень, забегал раздень девчонку, он вышел на 90 тысяч просмотров. Это когда были? Это вот, блин. Давно? Давно, да. Вот первый ролик самый, первый был. Месяц назад у нас последний ролик был. Сейчас у нас на монтаже идет следующий ролик, он должен выйти. И за, вот, до 2023 году, ну вот уже 2024 начало, мы сняли где-то 6 роликов. Ну там просмотрят 100 дрот с 90 тысяч, 15 тысяч, 14 тысяч, ну короче, вот так. Распалась команда, реалити. После этого просто все разбирали, кто где будет, и это очень долго тянулось. И, честно сказать, не до роликов было на YouTube. Поэтому мы, когда уже основались в каких-то командах, уже вместе опять собрались и начали пилить. Но сейчас, вот, последний ролик месяц назад, до него выходил 2 недели назад, до этого выходил 2 недели назад. Как бы у нас постоянно уходит ролик. Сейчас на подходе еще один ролик. Если вы просто коротко спрашиваете, считаю ли я себя медийным, в плане именно в этой... Команде? Да. Да даже не в команде, я думаю, комьюнити. Да, то я считаю, да. Наверное, говорил то, в чем сейчас переубедил сам себя. Вот такая история по-моему. Ну правильно, то есть ты... Но опять, честно, из-за того, что он в Родине Медиа, я уверен, что здесь большая работа Атара, Саши, Димы, ну Леха сейчас к ней присоединился. Вот будь Мура не в составе Родины Медиа, и не будь его на Суперкубке, он был одним из тех, кому без зазрения, совесть и статус забирал. Его спас, как мне кажется, переход в Родине Медиа. Вот и все. У меня не хватает аргументов снижения активности Мура и того, что он показывает на футбольном поле, и за что мы давали статус, и как он распорядился этим статусом. Мне не хватает, если честно, действий для того, чтобы этот статус оставить. Поэтому я не скажу, нет. В результате по тебе ты узнаешь в ролике, который выйдет на следующей неделе, с участием и вердиктом пятого члена жюри, который, так как у нас равенство 2-2, озвучит свое решение. Слушай, ему на вид 14 лет. Какого года ты рождения? 2014. 2014, ты бы он сказал. Вы после расслабили? Он позавчера из детского сада. А уже более медийный, чем все остальные команды. Вот сейчас, когда я перешел в родину медиа, мне коллектив, честно сказать, нравится больше, потому что парни более простые. И съемок, даже тот же самый Лакер меня позвал, потому что не было условий тех 10 плюс 10. На 10 плюс 10 из Тудроц меня не звали, возможно, потому что я бы не отбил бы эти деньги, не дал бы того контента, который нужен ребятам. Вот сейчас, ну, в Тудроц были такие моменты, что там не было тех финансов, которые позволяют себя, ну, открывать личный YouTube-канал. Вот сейчас я перешел в родину, и есть и свет, и оборудование мне ребята предоставляют. И я сейчас уже в процессе создания YouTube-канала. Все идет к этому. Не знаю, я лично хочу развиваться индивидуально, хоть я там что-то не снимал так, на постоянной основе. Но у меня там есть TikTok, стараюсь вести активно Telegram-канал, Instagram есть. Ну, я не такой, в общем, яркий персонаж, но я стремлюсь к этому. И то, что я оказался здесь вроде не медиа, мне кажется, для меня это будет шагом вперед. Если честно, тут наоборот, все факторы того, что у него был плюс за счет команды, а личного не было, на самом деле. И тогда он, как только он ушел, он, собственно, и пропал, да, получается. Поэтому приход в эту команду, то, что ты говоришь, вот тебе сейчас легче, тебе прикольно, тебе делают ставку, ну, делай и доказывай. Поэтому в этом смысле, ну, типа, даже правильно у тебя сейчас его забирать, чтобы то, что говорит Атар, то, что там делают ставку, чтобы случилось, произошло, и все потом увидели. Это слова, как бы, или действительно делают, понимаешь? Ну, ваше право, конечно, ну, это ваше право. Это твой голос? Да, я бы забрал остатус. Дим, то же самое. Все, поддержим. Единогласно. Красные огоньки дайте, пожалуйста, делай. Ребят, ну что, были мы на комитете по распределению медийных статусов. К сожалению, не все так радужно. Кто-то у нас получил, кто-то еще под вопросом, а кому-то отказали. Надеюсь, вам точно это понравилось, а ребята скажут, что они ожидали и что получилось. В принципе, то, что я ожидал, то, что медиастатус я заслуживаю. Я все по фактам рассказал лиге, и они приняли решение. Все проголосовали за то, чтобы у меня остался медиастатус. Поэтому следите за нами. Что ребята могут сказать еще? Так, ну у меня, ребят, такое, знаете, в ничейку сегодня я сыграл. Ожидания были, конечно, что оставят все-таки, но 2-2 разделилось мнение. И сейчас узнал, где живет Сева, иду его караулить. Как бы посмотрим, может измениться все. Ну, у меня забрали статус. Да, расстроился, но, возможно, это будет таким действительно пинком под зад. Сейчас буду выкладывать больше контента. И, значит, буду получать более радостно. Может, это потом будет толчком для меня. Ребята, а я вас попрошу подписаться, во-первых, на этот канал, потому что здесь у нас выходят самые сочные ролики. Обязательно подписаться на пацанов, потому что им медиастатус необходим, а ваша поддержка и ваша любовь будет их окрылять, чтобы они создавали прекрасный контент для вас. Вам большое спасибо за просмотр. Родина! Витя!